Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры! На библейском портале экзегета мы продолжаем рассматривать книгу «Деяния», сейчас 25 глава, и это все, конечно, посвящено, сейчас вот эти главы посвящены узам апостола Павла, как он был схвачен в Иерусалиме, всякие судебные разбирательства, и вот меняется прокуратор. Был Феликс, который целых два года держал при себе апостола Павла в Кесарее и не предпринимал никаких усилий, не освобождал, не обвинял его, и поступает новый, приезжает новый назначенный прокуратор порций Фест. Фест, прибыв в область, через три дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Мы уже говорили, что Кесария, Кесария Палестинская ее еще называют, или вот она при море находилась, Кесария являлась основной резиденцией римских прокураторов, такой вот центр основного римского присутствия на территории всей провинции Иудеи, потому что по море туда легче доставить, и необходимые какие-то вещи, и войска римских легионеров через Средиземное море туда поставляли, и там больше всего как раз и воинов находилось. Вот, но надо было посещать обязательно Иерусалим, как центр жизни Иудея. И когда он туда приехал, Фест, читаем, тогда первосвященник и знатнейшие из Иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим, и злоумышляли убить его на дороге. Вот, помните, уже некоторые из Иудеев, они даже дали обет умертвить апостола Павла, как только появится такая возможность, но тогда не получилось. А теперь что? Значит, Фест появляется в Иерусалиме, приходит первосвященник, высокопоставленный Иудей просит прокуратора, чтобы он, значит, Павла направил сюда. И что мы видим из этого? Мы видим то, что вот среди Иудеев вся их ненависть, когда, ну, у них очень много было врагов, или многих они считали за врагов, но в данном случае Павел был для них основной враг, потому что Павел основной сейчас исповедник веры Христовой. И они просят его, как бы, выманить к себе, чтобы, конечно, убить. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражу, и что он сам скоро отправится туда. Ведь Павел это римский гражданин, поэтому он должен находиться под защитой римского права и римских воинов. И так, сказал он, которые из вас могут, пусть пойдут со мною. И если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его. То есть Фест предлагает, чтобы они законным образом обвиняли апостола Павла, и на основании вот этих обвинений уже вынести какое-то решение. Пробыв же у них не больше восьми или десяти дней, возвратился в Кесарию. Ну, смысла долго оставаться ему в Иерусалиме не было. Надо было, как, так сказать, появиться, обозначить себя, да, что вот римская власть на месте. И дальше он возвращается в Кесарию, где он в основном руководит всеми административными делами. Да, и на другой день сейф на судейское место повелел привезти Павла. «Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать». Вот интересно, что они прямо вокруг апостола Павла стали, да, и начали злобно обвинять его. Ну, обвиняли во всем том же, в чем и раньше, чего и не могли доказать. Это то, что якобы он пытается мятеж поднять против римлян, что он тут пытается поменять все обычаи его, что он храм осквернил и так далее. «Он же, то есть Павел, в оправдании свое сказал, я не сделал никакого преступления, ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря». То есть вот три таких пункта обвинения. А доказать не могли, и Павел прямо об этом заявляет. Фест, вот интересная его реакция, «желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу, хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Фест, он прекрасно понимал, что иудеи – это люди скандальные, что с ними постоянные проблемы, они все время кого-то обвиняют, не могут поладить друг с другом, делиться на разные партии. Ну, те же фарисеи, саддукеи там и прочие зелоты, всякие ревнители. И поскольку он сюда приехал, надо с ними иметь все-таки дружелюбные отношения. И вот, как бы пытаясь угождение иудеям, он предлагает Павлу отправиться в Иерусалим. Но он-то знает, что там ему может грозить опасность. И Фест как рассуждает, что вот если Павел сам выразит желание ехать в Иерусалим, то тогда я просто вот его отправлю, чтобы уже… Он мне здесь не мозолил глаза, да, вот лишняя проблема исчезнет. А там они убьют, ну, скажем тогда, что он сам согласился туда поехать, на суд в Иерусалим. Павел сказал «Я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судима. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем сие обвиняют меня, то никто не может выдать меня им». То есть Павел понимает, что ему грозит смерть от иудеев и говорит, что вот если законно, ну, пожалуйста, тогда наказывайте смертью. А если нет, то никто не может меня выдать им. То есть он понимает, что иудеи пытаются выманить его, чтобы умертвить. «Требую суда Кесарева». Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал, «Ты потребовал суда Кесаря, Кесарю и отправишься». Вот это интересное тоже такое упоминание. Дело в том, что любой римский гражданин, тогда, по-моему, что-то там вот около двух миллионов было римских граждан, и представьте себе, что каждый имел право обратиться за апелляцией к Кесарю, к императору. Понятно, что пользовались этим единицы, потому что, ну, не было таких масштабных дел, да, и потом, если ты обращаешься, да, к Кесарю, то надо было, конечно, ждать очередь, то есть там несколько лет это могло длиться, пока ты добьешься аудиенции, да и потом, пока вот, так сказать, сама вот эта очередь движется, может быть, как-то удастся иначе дело решить, уже не обращаясь к Кесарю. Но в любом случае это была возможность отсрочить время, вот, отсрочить время, ну, а в данном случае еще и спасти жизнь, а заодно и как бы и отправиться в Рим, чтобы проповедовать Господа Иисуса Христа, ведь Спаситель сам предсказал Павлу, что ты, как свидетельствовал о мне в Иерусалиме, также будешь свидетельствовать и в Риме. Поэтому Павел прямо говорит, требуя суда Кесарева, а Фест вот обсудил это с Советом, да, ну, понятно, что это требовало определенной документации, оформления, и сказал, что, ну, просишь, что и отправишься к Кесарю. Соответственно, проблема с злобными иудеями, она решается. Ну, кроме того, вот, братья и сестры, надо понять, что апостолу Павлу уже ничего хорошего ожидать в Иерусалиме и вообще на территории Иудея было невозможно. Если бы его выпустил порций Фест, то его все равно бы убили, неважно, там, в Иерусалиме, в Кесарии, и никакие ученики ему бы не помогли. Поэтому проповедовать в Иудее уже было невозможно. Выйти можно было только ради того, чтобы принять смерть здесь, да, а в Рим направляться, это значит еще иметь возможность проповедовать. Что дальше? Вот, евангелист Лука, он же идеописатель Лука, он описывает достаточно подробно все вот эти события, пишет, через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. Что это за царь Агриппа? Это Агриппа II. Это сын Агриппы I, и это, таким образом, правнук Ирода Великого, помимо того, что был прокуратор, да, ну, прокуратор, он представитель римской власти, должен быть еще свой вот местный такой правитель, царь, который непосредственно как бы от народа, ну, хотя понятно, что вообще династия Ирода Великого, они не очень там были, в общем-то, иудеи по крови, это и Думейское там у них было происхождение, но как бы там ни было, они вроде бы как бы и свои уже давно среди иудеев, и вот этот Ирод Агриппа, он последний правитель из династии Ирода Великого и вообще последний иудейский царь, потому что потом произойдет иудейское восстание в 60-е годы, да, 66-й, что ли, по-моему, год, и к 70-му году все, так сказать, вот, в 70-м году все закончится, причем во время осады Иерусалима царь вот этот Агриппа II, он будет находиться уже в рядах римских войск, то есть он и не совсем со своим народом. Ну, вот он прибыл с Вереникой, а Вереника это кто? Это сестра его, и, в общем-то, к сожалению, сообщают древние источники, что они находились и в такой вот преступной связи друг с другом. Ну, вот они прибыли в Кесарию поздравить Феста, нужно выразить, так сказать, вот свое почтение представителю римского императора, и как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря, «Здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобой явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его». Получается, что Павел, он уже такой знаменитый человек, на него те вот сжаловались, да, обсуждения какие-то, споры, дискуссии, и он уже как такая вот знаменитость, ну, и тем более он очень образованный, с ним можно поговорить, задать вопросы какие-то, он интересно отвечает, и вот поэтому его пытается Фест представить о гриппе и веренике. И дальше Фест продолжает, «Я отвечал им, то есть иудейским старейшинам, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения». То есть, видимо, вот эти старейшины, они не скрывали, что хотят убить Павла. Почему убить? Потому что он с их позиций как бы богохульник, да, святотатец, вот он пытается вообще поменять их, исказить их религию, за это грозит ему смерть. Но Фест, он представитель римского правосудия, где очень такая четкая процедура, вот есть обвинения, есть защита, да, и все должно быть строго по протоколу. То есть, нужно иметь обвинителей на лицо и получить свободу защищаться против обвинения. «Когда же они пришли сюда», продолжает Фест, «то без всякого отлагательства. На другой же день сел я на судейское место и повелел привезти того человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал». Вот что интересно, что прокуратор, представляете, представитель законной власти, говорит, что никаких реальных обвинений нет, только голословные утверждения, но при этом Фест все равно не отпускает апостола Павла, понимает, что если из-за него столько вот идет баталий словесных, то, видимо, вот что-то тут не все просто, поэтому лучше этого человека придержать. Но дальше как продолжает Фест. «Но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив». Вот представьте, как это все рассказывает Фест, очень так красочно передается у деописателя Луки, что ну вот они спорят тут о каком-то Иисусе, о котором Павел утверждает, что он жив, а они говорят, что нет, он мертв. Понятно, что сам Фест, ему не интересно вот все это, он не знает толком, кто такой Христос, не знает учения, проповеди Христовые, и его сердце это не трогает. И ему немножко вот так, ну, когда забавно слышишь, что Павел говорит, что вот Иисус жив, а те говорят, нет, нет, он мертв, мы умертвили его, да нет, жив он, я сам лично видел его, говорит Павел, говорит о воскресшем Христе. «Затрудняясь в решении этого вопроса», продолжает Фест, «я сказал, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом. Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то я велел содержать его под стражу до тех пор, как пошлю его к кесарю». Вот таким образом прокуратор полностью изложил дело апостола Павла. А Грипп же сказал Фесту, хотел бы и я послушать этого человека. Ну, а почему бы не послушать, да, телевизоров нет, интернета нет, никаких особых новостей, а вот тут такое интересное дело, интересные споры, поэтому есть чем занять себя. Завтра же отвечал тот, услышишь его. На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великою пышностью, вот фиксируется это, что они особо торжественно себя приукрасили, да, с такой торжественной процессией, и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшенными гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. То есть те, такие очень высокопоставленные, красиво разодетые, и тут вот простой Павел в простых одеждах. «И сказал Фест, царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. И как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему». Конечно, вот в таких словах прокуратора видно некоторое такое лукавство, что ли. «Если человек невиновен, то надо его отпускать. Но Фест при этом не отпускает и боится, а вдруг там как бы чего не случилось. Твердых обвинений нет, но при этом иудеи утверждают, что он виноват. Поэтому лучше пусть он едет к императору, сам он потребовал суда у Кесаря, и с глаз долон, и проблемы не будет, то я и решил послать его к нему. «Я не имею ничего верного написать о нем государю, посему привел его пред вас, и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы по рассмотрению было мне что написать». А действительно, что писать-то императору? Ну вы представьте, что он императору напишет, что вот тут спорят с апостолом Павлом Старейшиной в Дейске про какого-то Иисуса, о котором они утверждают, что Иисус мертв, а Павел утверждает, что Иисус жив. Ну согласитесь, что с точки зрения римского права это очень несерьезно с этим писать, и император скажет, а я-то тут при чем? Ну он говорит, что жив, те говорят, что мертв. А что здесь вообще обсуждать-то? И вот Фест не знает, чего написать. «Ибо мне кажется, продолжает он, нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него». То есть может быть Агриппа что-то подскажет, как правильно написать некие претензии иудеев к Павлу, с чем направлять его на суд к императору. И вот на этом, к сожалению, заканчивается 25 глава. Мы знаем, что деление на главы – это не изначальное деление, то есть изначально писалось единым текстом, помещалось в одной рукописи, а потом уже, спустя уже много веков, разделили на главы, и кое-где получается, что просто разделили по объемам текст. А так на самом деле там продолжается уже дальнейшее обсуждение. Ну, тем не менее, мы следуем вот этому делению на главы, так что на сегодня наше чтение закончено. И по молитвам апостола Павла надеемся, что мы дальше продолжим в следующий раз и сможем правильно изъяснить содержание книги «Деяния». Всего вам доброго, дорогие братья и сестры! Храни вас Господь!